Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. У нас специальный эфир. Я сегодня не один. Мой друг, служитель церкви, пастор Виктор Копец. Пастор Виктор, приветствую вас. Приветствую. Очень рад вас приветствовать. Также, уважаемые все телезрители, я хочу поделиться с вами сегодня коротко и очень важно. Тема, которую я имею, это о вере, о делах. И поэтому хочется, чтобы сегодня этот эфир, который будет один час, вы были все внимательны и сохраняли себя в молитвенном состоянии, чтобы Бог благословил нас, нам сказать, а вам принять это слово. И пусть Бог благословит это время. Как я всегда говорю, welcome back. Спасибо. Будем стараться всегда. Я очень рад. Всегда, когда мы с вами уже на протяжении лет имеем общение. Да. И общались до эфира, мы, знаете, мы едины в духе с вами. В беседе и в общении, вот когда я общаюсь с вами, и в эфирах, и до эфирах, перед эфиром, я знаю, что мы едины в духе. То есть, по большому счету, у нас один дух святой. Да. Мы не можем иметь других мнений, одно мнение. И в нас одна вера, один Господь и одно крещение. Я столько о это думал. Да, да, да. Только что. Вы знаете, вы уникальный человек, пастор Виктор. Потому что вы много пишете. И в моих руках двенадцатая книга, которая вышла из-под пера, как мы говорим, которая называется «Милость Господня». Да, слава Богу. Много из нас проповедуют. Много. Проповедников, ну, очень много. Каждый, особенно из славян, это уже проповедник. Каждый брат, который в церкви сидит, это проповедник. Но так как вы можете, имеете такой дар от Бога академически излагать мысли, не каждый может академически. То есть, вы в систему это вкладываете, в систему. И то, что Дух Святой вам говорит, вы используете для того, чтобы это положить на бумагу. А это дар. Вы знаете, я вам скажу откровенно, что я неоднократно слышал к себе обращение, говорят, Юрий, когда уже книгу напишешь? Я говорю, может быть, когда, если Бог дашь жизнь, выйду на пенсию тогда. Но у вас это получается. Милость Господня. И вот я перечислю то, что вышло из-под вашего операции на протяжении последних лет около десяти, да? Да, уже, знаете, в принципе, я уже больше двадцати лет пишу. Пишете? Пишу, да. И, кстати, это методическое пособие в семинариях духовных используется для преподавания студентам тоже? Да, имеется. Смотрите, что Библия говорит о браке, автор доктор служения Виктор Копец. От осуждения к оправданию. Также, мягкий перевод, 338 страниц. Слава тебе, Господь! Мягкий переплет, 206 страниц. Затем сборники песен. Не без прикосновения. Живой поток хвалы. Жемчужина хвалы. Это в вашем издании. Лицом к истине автор Виктор Копец. 222 страницы. От осуждения к оправданию. Это второй том. 340 страниц. Сборники христианской поэзии. Вы, кстати, еще и поэт. Вау. Ну так я знаю, я же читал, вы же мне присылали. Ряд из этих книг я имею. Я периодически к ним обращаюсь, кстати. Спасибо. Затем Иисус Христос, спаситель мира. Автор Виктор Копец. Книга описывает самые основные, наиболее распространенные в странах бывшей СНГ, лжерелигии, культы. Как эти учения расходятся с учением Библии. Описывает также возникновение культов лжерелигии. Их основатель, литература, которая является основой их учений. Поэтому, брат Виктор, ну, как вам удается, скажите, пожалуйста, так в двух словах. Затем мы перейдем в милость Господа. Очень коротко. А ну-ка, а ну-ка. Нужно любить это служение. Это же усердие. Это усидчивость и усердие. Это труд, который требует больших знаний, большой точности. Исследования. Писания истины. Да. Потому что книгу написал, это не слово сказал. О, да. Знаете, эта книга остается годами, десятками лет. И она хранится в других библиотеках, и в церквах, в миссиях, и так верующих. То, что написано, люди живут поэтому. Поэтому нужно много молитв, много усердия. Конечно, я, как все люди, я днем работаю, и очень много. И, конечно, выходных мало. Воскресенье, посвящение церкви, служение в церкви. Ну, ночь остается, в основном, или вечер глубокий, чтобы писать, чтобы думать, чтобы мыслить. Если я беру какую-то песню, пишу или стихотворение, когда у меня есть именно такое вдохновение и направление на какую-то определенную тему, я, как правило, начинаю писать в один день. И в этот день я должен закончить эти мысли, закончить стихотворение или песню. В следующий день я могу только поправить, сделать исправление. в третий день еще раз исправление, и на третий день закончить полностью. Ну, вот, по милости Божьей, вот так и тружусь, и очень рад, что моя работа – это признанно братству. И, как вы уже сказали, поэтому это дает мне силы, чтобы жить не только для себя, жить для людей, для церквей, для славы Божьей. Ну, что интересно, вот вы сказали для славы Божьей, писак, ну, немало, писак. И в хорошем смысле, и в разных смыслах. Те, которые, ну, пишут, и временами вот смотришь, и видишь, скопировал, видишь, что скопировал. Зная автора, видишь, что позаимствовал, видишь, что не его стиль, не его почерк. И знаешь, что вы подходите к этому коленопреклоненно и свято. Для вас это свято. Для вас это служение. Не просто там очередную написал, и все. А в чем секрет того? Это что, Бог дает постоянное вдохновение, да? Или как? Ну, Бог дает мне желание, и я как бы внутри себя чувствую, что я готов, допустим, к написанию этой книги или учебника. И, допустим, «Слава тебе, Господь!» Очень такая объемная книга. Я думал о ней, молился, и Господь сказал, ну, как бы почувствовал, начинай. И за три месяца я ее полностью закончил. Начал, закончил. Я сказал жене, говорю, книга у меня внутри родилась уже, вот в моем сердце, в моем уме, вот желание такое есть, все. И за три месяца я ее закончил, и буквально за четыре месяца я ее уже издал. Очень быстро. При том, что я активно еще работаю физическим трудом, занимаюсь, зарабатываю деньги на семью, как все. Другие книги, которые больше времени, отрезок времени требовалось для этого. И более ответственные, важные книги о браке. Это очень серьезная, ответственная книга, и она очень полезна для служителей, потому что я раскрываю там доктрину брака, там повторные браки, и разводы, и все-все вместе. Связано с этим очень серьезная тема и книга, которая оказалась для меня самой такой сложной. Я ее молился, и перечитывал, и исправлял, и много добавлял, и так дальше. Заняло время, поэтому я сказал, что, в принципе, я стихи писал уже, когда, это уже 30 лет прошло, или больше, я писал и своей жене написал такую целую поэму. Наталье. Наталье, да. Другие. Но тогда я к этому не относился так серьезно. Я многое писал, ну, знаете, просто так, на листиках, эти листики где-то там, там и там оставались. Писал какие-то просто темы, которые тоже я их не складывал, не имел цели, ну, просто сделать с них книгу. Много материала, который у меня, так сказать, с детства и юношества, оно у меня, ну, просто так написано, и ушло, и нет. Я потом подумал, господи, ну, почему я должен тратить время и просто так, чтобы ничего, я же могу писать готовый материал и хорошие книги, которые будут полезны. И я начал писать книги и полностью от начала до конца их заканчивать. Вот, в основном, когда я пишу одну книгу, я ее заканчиваю, потом начинаю писать другую. Таким образом, вот, у меня родилось 12 книг, полностью закончили, готовых, они у меня в интернете. Есть они, многие уже напечатаны, готовые книги, которые я могу предоставить, кто пожелает, я могу выслать и так дальше. Вот, хорошие отзывы, и слава Богу, что они... Однажды я был в одной семье, в одном штате, и у нас поднялся с братом вопрос. Вопрос стал относительно тех проблем, которые возникают в наших семьях, относительно разводов. То, о чем вы говорили, и когда мы затронули беседу, при мне этот брат взял вашу книгу относительно... Что Библия говорит о братьях. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. И я понял, что такого рода наболевшие темы, они востребованы. То есть, востребованы. И там мы прошлись по некоторым мыслям, которые вы излагали. И я к тому, что эта тема очень важна. Не менее важна последняя книга, которую вы изнали, «Милость Господня». Чем она вызвана, чем тема вызвана в вашем сердце? Знаете, прежде всего вызвана тем, что я, наблюдая в своей жизни, сколько милостей явил лично мне Господь. Вам. Лично мне Господь. Некоторые из них я решил перечислить, вложить в эту книгу. Понимаете? Потому что, если бы не «Милость Господня», конечно, я бы не написал бы ни одной книги. Я бы не жил бы уже давно. Такой пример, когда мне было два года. Два годика. Два года, несколько месяцев. Вот. Ну, что я понимал? Я босой, раздетый, в одних трусиках выскочил, побежал где-то там. Вот ехали машины, я ношу моторов, я побежал. Вот туда, и не знаю куда, никто не заметил этого в доме. Мама как-то отвлеклась чем-то, и никто не заметил. Я убежал и скрылся. И там было большое поле, росла кукуруза высокая. И я туда убежал, убежал, и меня не могли найти целые сутки. Целые сутки, кроме поля. И милость Божья в том, что Бог дал мне знания и, я не знаю, разум какой-то, два года, чтобы прийти на центральную улицу, центральный перекресток. Вы видите. Это уже было ночью. И перед столбом, электрическим телефоном, столбом, я присел и уснул. Вы знаете, я шел много-много часов. И ночью я уснул. А утром, только когда проезжали машины, и кто-то меня увидел, думали, ну просто кто-то там, ну я спал, знаете, как вроде бы кукла какая-то или что. Но когда кто-то остановился, один уже пожилой такой человек, и вышел и подошел, а я весь искусен был комарами и там все. И хорошо, что это было летом, не зимой, что я смог пережить вот эту ночь и этот день, вот, и вечер. Это же два годика ребенка. Два года только научился ходить, да. И вот он меня так нашел, и он привез. Меня потом передали по радио, сказали, потерялся такой мальчик. Я только знал всего лишь, как меня зовут. О! Только как меня Витя зовут? Все я им сказал. Нашелся мальчик Витя. И вот тогда за мной приехали, меня забрали. Да. Знаете, это такая божья милость. Другие милости, которые я описываю здесь. И это меня натолкнуло на ту мысль, что Господь наш весьма милостив, как в Писании написано. Много милостив. Много милостив. Если бы не милость Божья, то никто бы из нас не имел бы прощения, спасения и жизнь на этой земле. Вы знаете, мы просто не замечаем этой милости. Эта милость, она нам дана и обновляется, как Писание говорит. Милость твоя обновляется каждое утро. Потому что настает новый день. Новый день. Сходит солнце, свет, хороший воздух. Мы просыпаемся, мы отдыхаем, мы начинаем новый день. Кто учится, кто работает. Бог дает нам здоровье и все. Это милость Божья на каждый день. Я описываю вот эти милости в этой своей книге, которая кажется, что то, что я хотел, я выразил там. Брат Виктор, вы вот со стороны, и даже наши зрители, я уверен, заметили, с каким восторгом вы это рассказываете. И вы знаете, до тех пор, до каких так о Боге излагают, все хорошо с человеком. До тех пор, до каких мы излагаем с таким восторгом, говоря о Боге, что это Он сохранил, что это Он доложил, что это Он продлил, что это Он сберег. С нами все нормально. К сожалению, мы видим, что когда человек начинает приписывать это себе, своей удаче, своим успехом каким-то еще, тут все, тут уже пиши пропало. Но в этом, наверное, и есть ценность христианства, что мы знаем, в кого мы уверовали. В этом-то и есть вся ценность и секрет христианства. В этом-то и есть большой секрет, что мы все знаем, что это Он, что это не мы, что это не мы. Это Он. Вот если бы на мгновение Он забрал, наверное, вы об этом пишете, на мгновение милость или любовь свою забрал от земли все, растворилось бы все. Молекулы бы не удержали этот стакан, эту кружку, если бы на мгновение Он милость свою забрал, ничего бы не сохранилось. Потерялось бы взаимодействие, как мы говорим, этих молекул, книга бы рассыпалась, потому что Он словом Своим, словом У Своих, Он держит и содержит. Поэтому действительно это великая милость Господня. Братвик, у нас в ближайшие 50 минут 16 глава Иоанна, и очень интересно, Христос сам сказал, Христос сказал, значит, но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Если пойду, то пошлю его к вам. И Он, пришедший, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня. Это огромный грех. Неверие и маловерие также. Безверие. Да. Вам слово. Знаете, что иногда людей спросишь вот именно об этом, о вере. Ну, пусть мне Бог явится, пусть мне Бог откроется. Я не верю. Почему это есть грех? Люди так задают. Вот. Ну, почему есть грех? Прежде всего потому, что мы не признаем Творца. Не признавать Творца – это есть большой грех. Если мы не будем признавать своих родителей, это будет большое оскорбление для наших родителей. Бог – Творец, Который сотворил все. И мы, ну, каждый здравомыслящий человек понимает о том, что, ну, не могло все это так за миллионы, миллиарды лет произойти, как некоторые ученые говорят, и высокие академики, о том, что надо было два миллиарда лет, чтобы сформировался наш мозг. Мозг сформировался с чего-то. Вот. Надо было еще два миллиарда лет там, чтобы мы пришли с обещанием человека. Это смешно, конечно. И глупо. И глупо. Не признавать Господа, Творца. Вот. Не верить. Вот когда человек не верит, ну, как ему Бог откроется? Бог открывается человеку, когда он осознает свое состояние греховное, свою слабость и немощь. Осознает то, что он несовершенный человек, что Бог действительно святой. Вот. Что ему нужен Бог для того, чтобы он мог сблизиться с Богом. Бог святой. Вот. Неверие в том, что не признают Творца. Это, конечно, Писание об этом говорит. Брат Виктор, а что, если человек, вы говорите, не осознает? Ага. А что, если он просто не хочет осознавать? Значит. Есть ли извинения для человека, любого, даже из числа наших зрителей, которые говорят, а мне нет нужды осознавать? Ну, есть такой процент людей. Есть. Ну, особенно если брать Соединенные Штаты Америки, допустим. Ну, мы знаем, что здесь, если бы провести исследования и спросить, веришь, не веришь, может, 70% или больше, написали бы, что я верю. Да. Что я верующий, что я верю в Бога. А остальные, ну, там, я знаю, сколько процентов всем, может быть, которые есть атеисты, другие, которые там не знаю, или я не интересуюсь этим положением, так дальше. Вот я наведу вам такой пример. Пожалуйста. Одного человека я знаю, он меня знает, что я верующий, он что-то меня попросил что-то сделать, такое, что я как верующий, но я не делал и не делал. Или сигарет попросил купить, или что, я ему говорю, ну, чего ты меня просишь, ты же знаешь, что я верующий, ты видишь, что я не делаю этого. Он говорит, а и что, я верующий. Здесь? Да, да, да. Американец. Американец. Я говорю, очень интересно, ты себя называешь верующим? Да, я говорю, я хожу в церковь, и я хожу в церковь. Я говорю, какую же ты в церковь ходишь? Заем вопросом. Он задумался, он не знает, как сказать, как ответить. Ну, хорошо, я говорю, тебе помогу. Католическую церковь. Нет. Ортодокс. Православцы. Нет. Протестант. О, протестантскую церковь. Я говорю, а какое же вероучение ты? Ну, короче, он не смог мне даже назвать или ответить. Вразумительно. Я себе подумал, ты, наверное, там был не больше двух раз в своей жизни в той церкви. Я ему задаю вопрос. Ну, ты называешь себя верующим. Почему ты? Я тебя вижу много раз ты пьяный. Вот ты куришь много. Я знаю, что ты принимаешь наркотики. Я вижу, что ты говоришь плохие, гнилые слова. Ну, ну, как можно назвать тебя верующим, я его спрашиваю. Ну, это ничего, это слабость моя, это слабость моя. К сожалению, что, ну, многие люди примерно могут назвать себя верующими и примерно вот вести такой образ жизни. Но Писание говорит, что придет Сын Человеческий. Найдет ли веру. Есть еще люди, ну, которые просто отвергают, которые, ну, даже, ну, не любят, когда их там спрашивают, задают вопрос. Или ненавидят верующих людей, понимаете? Почему? Мы знаем, кто ненавидит верующих людей. Мы знаем, кто ненавидит лукавый, ты самый большой, ложный учитель, который преподаст человеку или гордость, что ты высокий, что ты такой, что ты это. Да зачем тебе каяться, да зачем тебе там те верующие, которые там ходят, вот что они там знают и так дальше на почве гордости. Вот, и, конечно, такой человек не может веровать до тех пор, пока он глубоко не смирится. Вы знаете, вот, возвращаясь к той мысли, у вас очень интересная мысль была, что мы видим относительно американского христианства. Я, я заметил следующее, и я об этом неоднократно говорил в эфире. Возможно, если вы видели некоторые из моих эфиров с другими служителями, я, по-моему, говорил об этом, что, начиная, ну, наверное, лет 5-7 назад, я перестал себя называть христианином. Я не называю себя христианином. То есть, я вижу удивленные вопросительные знаки на лицах наших зрителей, особенно те, которые меня хорошо знают. Ну да, они хотят объяснения от вас. Что произошло? Что за богоотступничество? Так. Никакого нет богоотступничества. Да. Я всегда добавляю к слову «христианин», я добавляю «евангельский христианин». «Евангельский христианин». Обязательно. Так. Потому что настолько размыты берега в Америке, настолько они размыты. Берегов в христианстве просто нет. Да. Просто нет. Вот буквально недавно наполненный злобой к действующей администрации президента Трампа, бывший вице-президент Байден. Знаете, он был при Обаме, бывшем президенте, был бывший вице-президент. Это второе лицо в государстве. Да. Он был два срока, кстати. Он был два срока, Байден. И вот где-то на одном из митингов, так он, он же хочет в 20-м году противостать Трампу и хочет выдвинуть свою кандидатуру. В 20-м году вице-президент бывший, он хочет стать президентом. Да, интересно. Интересно. 76 лет или 75 лет дедушки, но тем не менее он в 80 лет хочет стать. Но не об этом речь. Так вот, и он бил себе в грудь, говорил, что он христианин, что он христианин, что он былый, вот так как этот ваш друг, там соработник где-то, да? Да, знакомый мой. Знакомый, да. А я вот так, я слушал утверждение, что он христианин, а мы же знаем, что такое христианство. Мы же знаем, что такое Писание. Да. И память возвратила меня в тот момент, пару лет назад, когда он, будучи вице-президентом, имея в своем, в Белом доме, один из офисов вице-президента в Белом доме находится также, рядом с офисом президента. И в своем офисе он имел два гомосексуалиста, работника. И они так полюбили друг друга, он говорит, что он их сочетал. Он сочетал, да, в своем доме он привез их домой, он открыл, не знаю, что там он открывал, но, говорят, Библию открывал. Это умопомрачение настолько, и вот он сочетал, говорит, они так любили друг друга, что я сочетал. Взял лайсенс в штате там, и вот вице-президент сочетал двух гомосексуалистов. И если президент такой сочетует гомосексуалистов, и говорит, что он христианин, куда мы идем? Поэтому вот это даже не исходя из этого, но я прилагаю толкование к тому, что я не называю себя христианином. Я всегда говорю, что я евангельский христианин. И я об этом говорил, друзья, я сознательно повторяюсь о том, что наступило время и настало уже, когда вы говорите, что вы христианин в Америке, вы боливер, так все боливеры, так все христиане. Но как только вы добавляете магическое слово, евангельский, evangelical Christian, сразу меняется отношение людей к вам. Кто-то считает вас экстремистом, потому что евангельские христианы против аборта. Почему Хиллари Клинтон, она бывшая тоже кандидат в президенты, почему она так возненавидела евангельских христиан? Знаете почему? Она же тоже христианка, они же методисты с мужем. И все выразили соболезнования. Пару недель назад умер Билли Грейм. И президенты бывшие выразили, Джордж Буш с женой Лорой приехал туда. Потом сам Трамп с вице-президентом Пенсом были на похоронах. Потом это все в новостях были. Приехал Билл Клинтон. Билл Клинтон, бывший президент, это же все были друзьями Билли Грейма покойного. Это целая другая тема. Да, где-то 7 или 8 президентов. Да, с 50-го года, с 50-го года. И там все были, и Трумэн, и Никсон, и Форд, и Кеннеди, и Буш, а перед этим был Рейган, и старший Буш, и младший Буш, и Клинтон за всех, он молился. И так вот к чему? Не появилась на похоронах, не выразила соболезнования жена Билла Клинтона, Хиллари Клинтон. И немногие знают почему, а я скажу в прямом эфире почему. Знаете почему? Это интересно, скажите. Она очень сильно озлоблена против евангельских христиан, потому что все евангельские христиане отдали свой голос за Трампа, а не голосовали за нее. Потому что он сказал в своей платформе, вместе с вице-президентом, он сказал в своей платформе против абортов, конкретно против абортов. Это конкретно. Потом свобода вероисповедания, конкретно. Он об этом говорил относительно Мэри Крисмас и прочее. Говорит, мы дошли до такой глупости, что стыдно уже, что нам нельзя сказать Мэри Крисмас или пожелать Божьего благословения. Так, христианская страна. Затем он сказал относительно Библии в школах. То есть и на этой платформе мы конкретно голосовали за такую платформу. И поэтому я возвращаюсь к тому, что евангельские христиане – это особые люди. И нас начали ненавидеть. Американ пресса на смешке делает на евангельских христиан. Мы говорили с вами до эфира. Да. Мы чуть уклонились в тему, но это в тему. Да. Но это в тему. Но все полезно. Мы до эфира говорили с вами, что на ведущем канале ABC, знаменитой ABC, есть четыре акулы медиапространства в американском и всемирном. Это ABC, CBS, NBC и PBS. Это знаменитые, самые четыре большие. Так вот, на ABC, после того, как Пенс, вице-президент Пенс говорит, что да, я верю в Иисуса Христа, да, я молюсь Ему, да, Господь говорит мне. Буквально несколько дней назад она в насмешке на весь мир в прямом эфире заявила, до чего мы дошли в Америке, что нашему вице-президенту уже, видите ли, Христос говорит. Если ему начал говорить Христос, у него умопомрачение в голове. И говорит, это уже неуравновешенный этот человек, если кто-то, он слышит голоса какие-то. Вы знаете, здравое христианство, евангельское христианство возмутилось. И начали бомбардировать этот канал ABC. Как вы могли оскорбить евангельских христиан? Она вынуждена была под давлением христиан, евангельских христиан, она вынуждена была извиниться публично перед вице-президентом и перед христианами. Но это вынуждено. В сердце они ненавидят евангельских христиан. И вы думаете, почему ненавидят сегодня Трампа? Очень много ненавидят Трампа везде. Калифорния, она полна ненависти христиан, этих Трампа. Либеральные штаты на Норд-Вест, это штат Вашингтон, штат Орегон, вот это вот целые три штата, и штат Калифорния. Это самые либеральные штаты. У нас в Сеатле, у нас в Сеатле, демократы выбрали лесбиянка и мэра города. Да. Недавно, пару месяцев назад. Лесбиянкам выбрали главного шерифа, главного полицейского округа Сеатла. Это лесбиянка. И они на телевидении показывают, вот как они со своими мужьями и женами вот ходят за ручки и это, и это, и этот свет, этот свет. Они сильно ненавидят Трампа. Знаете почему? Он тоже аж голливудская звезда. Да. Они ненавидят Трампа из-за евангельских христиан. Что, как это так, евангельские христиане, около 30 миллионов евангельских христиан в Америке отдали голоса свои «за». Поэтому я всегда добавляю в самолетах, где бы я ни был, в соседями, я всегда добавляю в беседе с ними, когда они говорят, какой ты деноминация? Я говорю, евангельские, еванжеликал христиан, вытягиваются лица. Меняется тема разговора. Да, потому что евангельский христианин, для нас Писание – это авторитет. Это незыблемо. Это вечно. Это свято. Это живо. Вот что такое для нас Писание. Для христиан размыты берега. Для американского христианства. Не для всего, но для американского христианства. Либеральное христианство. Вот они говорят, мы тоже христиане. Мы тоже христиане. Почему вы против абортов? Мы тоже христиане. Бог всех любит. Да. Но Писание не знает. Искажают слово. Поэтому я ухватил вашу мысль. Да, спасибо. Очень ценная информация. Конечно. Ну вот, видите, вот такие дела. И вот такая вера. Такая вера. Христианская. Христианская. Христианская вера. Она называется мертва. Не спасающая вера. Вера, которая, ну только словами. Вера, она не содержит в себе какой-то ценности. И придет Христос. Ну что, когда живая вера христианина, он будет исследовать Священное Писание. Всю истину. Почему? Потому что Дух Божий живет, как вы говорите, в евангельском христианине. Дух Божий живет, он просвещает его этой истиной. И если просвещенный евангельский христианин, он, конечно, следует Писанию. Вера в Бога, это, ну, можно сказать, не такая, не так просто, не так легко в этом мире. Почему? Потому что, с одной стороны, мы знаем лукавый лжеучитель, который обольщает людей. Чем обольщает? Даже верующим чем? Ну, самым легким путем жизни, самым таким, ну, шикарным путем. Или это правильно, или неправильно, или как. Люди иногда достигают, вот, ну, каких-то для себя, ну, вы знаете, ну, деньги там, другое, бизнес и прочее. Или это правильно, или это хорошо, или нет. Смотрите, в настоящее время до чего мы уже дошли, как вы говорите, что в других странах и даже в Соединенных Штатах Америки марихуана за это сажали в тюрьму, наказывали, наказывали, боролись с этим. Сейчас легально разрешили, сколько кругом рекламы же сразу появилось, какой хороший бизнес. Какой хороший, но сколько вреда, особенно молодежи, все это. А сколько аварий на дорогах? Вот я хотел об этом сказать. Я много езжу на машине, каждый день у меня такая вот работа. И каждый день я вижу 2, 3, 4, 5 аварий. Вау. Каждый день? Ну, каждый день. Я не помню такого дня, чтобы я вообще не видел. Иногда авария происходит вот только-только вот. Перед вами? Да. Что я ее увидел, как она случилась. Иногда, что еще не успела полиция приехать, и скорая помощь, там машины, люди останавливаются, чтобы как-то помочь, звонят в полицию и все. Вот. И в основном им больше это, ну, сильная скорость. Состояние вот такое невменяемое, там, наркотическое и прочее. Все. Почему? Ну, потому что многое легализирует то, что оно несет вред обществу. Вред обществу. Ну, прямой вред обществу несет. В других странах сейчас это не разрешено. В других странах настолько много уже свободы, либеральной всего, что позволяют уже такие вещи. Вы знаете? Ну, разве это допустимо? Вот смотрите, брат Виктор, я обращусь сейчас к нашим зрителям в этом эфире, во свете нашей беседы. Да. Если Бог, если Бог, и даже, скажем так, здравый смысл, здравый смысл, вначале, скажем, здравый смысл, вначале, скажем, если норма поведения человеческого поставила какие-то барьеры для нас, вот, здравый смысл поставил барьеры. Понятно? По большому счету это от Бога, потому что Бог установил взаимоотношения человеческой среды и пределы. Если, если, если есть определенный забор для нашего же блага, и когда мы стараемся, вот, в любой сфере нашего разговора, в любой области стараемся отодвинуть, передвинуть, вот мы подходим к какому-то забору. Писание говорит, вот, не делай. Да. Есть забор. Писание говорит, не смотри. Писание говорит, не думай, не говори. То есть, Бог же с определенной целью это же сделал. Ну, так же или нет? Ну, так же. Ну, так вот, если мы, если мы стараемся отодвинуть, почему написано, не передвигай межи? Близнец. Треть, которые отцы поставили. Написано. То есть, если мы хотим отодвинуть это, вот, если молодой человек хочет отодвинуть, вот, родители даже по возрасту, по мудрости, даже по своему, извините меня, семейному положению, имеют право своему чаду, своему крохе сказать, слушай, не делай, не смотри, не говори, не бери, положи на место. Родитель же знает, почему он это, он же видит наперед, к чему это может привести. И вот, когда мы передвигаем, или пробуем, или делаем попытки, когда у нас есть искушение передвинуть эту, богом установленную, в чем бы это ни было, брат Виктор, первый, один из главных вопросов, который должен возникнуть в моей голове, прежде чем моя рука протянется, отодвинуть этот забор, отодвинуть этот рубеж, передвинуть эту межу. Один из первых вопросов должен возникнуть. Знаете, какой? И последствия будут. Не только. Почему этот забор бог поставил с самого начала? Да. Почему он стоит там? Если он там стоит, прошу прощения, видите, это прямой эфир, поэтому я вот, тут не выражешь. Ну да. Юрий Чернецкий закашлялся, и все. Первый вопрос, первая мысль, которая должна осенить меня, прийти в мое сердце. Почему этот забор стоит? Если он там стоит, он стоит с определенной целью. Прежде чем моя рука тянется отодвинуть его, почему он там стоит? Это first place, в самом начале. Да. Значит, он там стоит по причине какой-то? И если бы я об этом, прежде чем я, что бы я ни делал, отодвигал, передвигал, пересувал, як кажутся украинцев, если бы эта мысль, что он там что-то стоит по причине, если бы эта мысль вначале осеняла сердце молодого человека, мысль, разум молодого человека, мы бы не старались отодвинуть. Поэтому вот продолжайте. Знаете, люди потеряли страх Божий. Ответственность за свои жизни, за свои поступки. Называя себя верующими, это такая просто крылатая фраза, я верю в Бога. Она, знаете, обесценена людьми, к сожалению, обесценена людьми. Потому что без проявления дел, как Писание говорит, что если ты веришь, покажи дела твои. Писание говорит об этом. Я даже прочитаю. Вот смотрите, к Ефесянам. Вот вторая глава. Здесь вот. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Вот когда люди вот иногда это читают, вот это место Писания, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот именно, вот это дальше, заключительная часть этого стиха как-то умалчивается. Люди не говорят. Иногда говорят люди, мы благодатью спасены. Мы не делами закона спасены. И что люди вообще вмещают вот в эти понятия иногда, просто защищают свою позицию. Потому что чувствуют, что они будут неправы перед Словом Божьим, перед Писанием, значит, перед Богом. И многие входят в эту привычку, научены так. Ну что такое дела закона? Вот если рассмотреть, допустим, ну закон мы знаем это в Ветхом Завете. Но делами закона, ну закон же, свят, Божий закон. Конечно. Закон же, это неплохая вещь была для людей. Бог дал. Это 10 заповедей, понимаете, которые от Бога пришли. Вот, запрещают то, другое это, делая это и другое. Все это, вот, отношение к родителям, там, к Богу и прочее. И все правильно, и все хорошее. Значит, ну, я бы перефразировал вот эти слова и сказал бы, ну, допустим, допустим вот так, что вот дела закона, то есть постановлениями или требованиями закона, дела закона, то есть, ну, это трудно даже понять, закон сам по себе как устав, как закон, который что, требует от человека, чтобы он его выполнил. Вот требования закона, они, они благи. Они для каждого человека, но человек не может выполнить требования закона, потому что человек грешен. Согрешил ты в одной заповеди, ты виновен во всем законе. Но, если бы человек мог исполнить закон, то не надо было приходить к Христу. Христос пришел и через это даровал благодать прощения. То есть, он, Христос, исполнил закон, и таким образом он имеет право и возможность принять на себя все грехи, все согрешения людей, которые люди, как люди живут. когда мы обращаемся с верою, к нему как ходатаю. Вот. И мы знаем, что когда Христос прощает человека, то больше того, он написан, мы оправданы им. Оправданы. Что такое юридический термин, если брать так, оправдание? Оправдан человек. Да. Невиновен. Это человека, которого случайно подозревали в каком-то преступлении, его вызвали на суд. Во время допроса оказалось, что он не причастен, что он невиновен к этому. Перед ними извинились, сказали, иди, до свидания. Так и мы. Понимаете? Да, да. Что же получается с грехом? Вот мы были грешны, Христос нас простил, то есть мы имели эту вину на себе. Христос нас простил, да, Христос нас простил, но мы были грешны, Христос простил, но дальше идет следующая ступень, Христос нас оправдал, написано, то есть смыл, это своей кровью, вот смыл, так все смыл, как будто его не было, что вот это было темное пятно на этом столе, знаете, и мы его так смыли, что куда он наделался, нигде его нету, понимаете, нигде его нет, то есть как будто бы Христос и Бог на нас теперь смотрит через жертву Христа, как будто бы мы и не грешили, как будто бы этого и не было, он забыл за это все, к сожалению, люди не забудут часто, люди могут помнить, но когда Христос нас омыл своей кровью святой и оправдал, тогда мы становимся чистыми, то есть не то, что, ну как будто бы этого с нами не было, как будто мы невиновны, поэтому это Божья благодать заключается в этом, но это не говорится о каких-то наших делах, что или заслугах, заслугах, что мы не должны делать добрые дела, напротив, все писание, вот Новый Завет, когда я начну читать, написано, что ты говоришь, что ты имеешь веру, покажи свою веру без дел, а я покажу, я покажу, Яков говорит, а я покажу тебе веру из дел моих, какие дела, вера, своего рода, это как бы стержень, как ствол, ствол дерева, на котором есть много ветвей, ветвей, и вот этот ствол, когда ты имеешь твердую веру, обязательно у тебя будут дела и милосердия, у тебя будет жажда слова Божьего исследовать, молиться, посещать собрания, иметь тесное общение с Богом, с Духом Святым, наполненный Божьей благодатью, вот это ты возрастаешь и переходишь, как написано, из веры в веру, из веры в веру, ну некоторые так толкуют и говорят, о, а я был вот в одной вере там православной, я перешел протестантов, я стал выше, а потом перешел, там, был в аптисах, допустим, перешел писядники, вот я еще перешел, то по писанию, это так объясняет, но это совершенно не об этом говорится, говорится о нашем внутреннем духовном общении с Богом, о нашем духовном росте, в котором мы не должны останавливаться, в котором мы должны каждый раз стать все ближе и ближе к нашему Богу естественно, что мы будем усовершенствоваться, мы будем освящаться, мы будем, как написано, иметь ум Христов, потому что Дух Божий научит нас всему через Писание, Он покажет и откроет наш ум к разумению Писания, наши глаза, наши уста, и мы будем смотреть совершенно по-разному, у нас будут иные позиции, у нас будут совершенно другие желания и цели в этом мире, чем у людей, которые просто называются верующими, не имеют живого общения с Богом. Почему? Потому что мы видим, в чем заключается настоящая ценность нашей жизни, ценность нашей веры, ценность общения с нашим Богом, и это неотъемлемая Божья истина, то есть нам нужно стоять твердо. Брат Виктор, объем нашей веры, он определяется нашей близостью к Богу и с Богом. Помните, ближе Господь к тебе, ближе к тебе, ближе Господь к тебе. То есть объем и размер нашей веры, он определяется тем, насколько мы ближе Господь к тебе. Наверное, вот исходя из того, что вы перед этим говорили, потому что если откуда-то вера возьмется, если Бога не знаешь и не видишь, и не в сердце не видишь, и в жизни не видишь, и веры-то нет. Знаете, особенно я вам скажу в странах, в которых большая привилегия заявить о себе, что ты христианин. В Америке. Ну, в Америке, да. Что никогда ты не чувствовал насмешек или гонений, или страданий, или еще что-то, и человек расслабляется, и он считает себе, вот мои родители там, ну, были верны, ну, насколько верны, Бог знает, вот, ну, и я, но Писание говорит, вот если бы мы имели время, прочитали 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих, написано, подвизаться, добрым, да, добрым подвигом, я там подвизался, веру сохранил, вот, и все, то есть, апостол Павел имел, что написать и сказать о себе, почему? Потому что это, можно сказать, действительно был верный служитель Божий, верный служитель Божий, что такое подвизаться за веру? это значит целый процесс, это вступить в борьбу, это сражаться, это не соглашаться, это тогда, когда ты видишь, что ты мог бы с этого что-то иметь, но ты заявляешь о себе и говоришь, что я евангельский христианин, и я не могу работать в этом бизнесе, который приносит зло, что ты ты заявляешь о том, исповедуешь о том, нет, что я не соглашаюсь с тобой, с твоим мнением, я соглашаюсь с тем, что написано в Слове Божьем, в Евангелии и твердо заявляю, есть такие христиане, вы знаете, которые ну не приносят, можно сказать, никакой пользы, они хотят быть хорошими ко всем и поздравиться ко всем, ко всем, вот, и с теми, которые говорят, они не соглашаются, они молчат, и когда им нужно говорить, они не говорят, и чтобы иметь, так сказать, хороших друзей, чтобы не потерять какие-то связи и так дальше, но мы, верующие христиане, должны понимать, что прежде всего мы должны поклоняться Богу, живому и истинному, прежде всего мы должны угождать Богу, прежде всего мы должны служить Ему и все, что написано в Писании, и мы должны твердо заявлять и открыто заявлять об этом людям и свидетельствовать и молиться, чтобы и другие люди пришли к Господу, это наша такая цель и задача о том, потому что ну многие, может быть, и не задумываются о том, имею ли я настоящую, действительную веру, которая спасет меня, имею ли я уверенность в спасении, если сегодня оборвется моя жизнь, люди просто живут, христиане, пришли в воскресенье в собрание, послушали, ушли, забыли за все, там пастор, он имеет свое служение, свое дело, мое дело, слушателя дать там немножко денег, когда там проходит корзина, и так дальше, но суть в том, в каком личном отношении ты сейчас с Богом, вот это основное, то, что требует от тебя Господь, это основное о том, имеешь ли ты эту живую, драгоценную, настоящую веру, или же вера твоя ну просто заключается в названии, такова вера тебя вдруг не спасет, разве устраивает тебя такая вера, ну чтобы быть обманутым, обмануть самого себя, ведь возврата нет, ты живешь одну жизнь, поэтому хочется сказать об этом, ну всем людям, о том, что прежде всего заглянуть в Писание, проверить внутри себя, как ты перед Богом, какое у тебя внутреннее свидетельство, о чем оно вообще говорит тебе или нет, если нет, через священное Писание, взыщи Господа, найди его, попроси прощения, и Бог благословит тебя. Это очень интересно, спасибо, брат Виктор, спасибо за такое слово, я вижу, мне говорят, осталось две минуты, у нас час пролетел, у нас час пролетел, вот ваши пожелания нашим зрителям, сегодня мы говорили с вами в основном о спасающей вере, потому что есть откликновение веры, исцеляющая вера, которая проявляется в чудесах и в знамениях, в чудотворении вера, мы говорили о спасающей вере, об этом стержне, это самое основное, пожалуйста, обратитесь к зрителям. Дорогие, дорогие друзья, мое искреннее желание и цель всего этого слова в том, как Писание говорит, Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих, что падало, падает семья, сеятель сеет зерно, и одно упало при дороге, и написано, что птицы склевали его, и нет результата, другое упало в тернии и заглушило его, одно упало на добрую почву, и оно принесло обильный плод. Пусть слово, слышимое, вами, упадет на добрую почву, принесет вам обильный, благословенный результат, чтобы вы могли смело утверждать в том, что вы имеете веру спасающий, которая могла бы спасти вас, которая могла бы довести вас до вечной отчизны. Пусть Бог благословит вас в этом. Желаю вам в этом удачи и благословений от Господа. Брат Виктор, как и всегда, я так рад. Спасибо. Очень жаль, что так быстро время прошло. Целая ночь у вас была бессонная, прежде чем попасть на этот эфир, далеко вы ехали, много часов. И я очень рад. Мы были благословены. Вот это ваш энтузиазм по Богу, ваш любовь к Богу. Иногда, вы знаете, в Писании есть написано покайтесь и веруйте в Евангелие, а для нас еще такое слово покайтесь и верующие в Евангелие. Порой часто бывает. Господь да благословит вас в служении, в вашу семью, в вашу работу, все, что вы делаете. И этот благородный во имя Господа и во славу Господу труд также. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Это была программа влияния. Помните, Иисус Христос любит вас. Служите Ему, любите Ему, следуйте за Дим, ходите с Ним, и Бог мира да будет с вами во всех ваших делах, предприятиях и обстоятельствах. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословен. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok